И в заключение нашей программы мы вернемся к сюжету, который вызвал большой интерес у наших зрителей. Как вы помните, в одной из прошлых наших передач мы рассказывали вам о загадочной фотографии 1941 года. На ней был изображен молодой человек в современных солнцезащитных очках, в современной одежде и с предметом в руках, похожим на современную видеокамеру. Некоторым ученым такое несоответствие эпох и стилей дало повод говорить о возможности перемещения людей во времени и о том, что этот молодой человек был гостем из будущего. В пользу этой, казалось бы, невероятной гипотезы приводятся и некоторые другие доказательства и об этом в нашем завершающем материале. Два года назад ученый мир потрясла сенсационная находка китайских археологов. Во время раскопок древней гробницы в районе Гуанси был обнаружен странный предмет. Когда мы пытались снять слой пыли с надгробия, внезапно откололся кусочек камня, рассказал бывший куратор музея района Гуанси Джанг Янью. Когда мы подняли предмет, то увидели, что это кольцо. Отчистив его от пыли, мы поняли, что это еще и часы. И не просто часы, а швейцарские. Внутри кольца была надпись «Свиз». Стрелки часов остановились на 10 часах 6 минутах. Местные археологи были в растерянности. Ведь гробнице 400 лет, и ее никогда не вскрывали. Раскопки прекратили, а часы отправили в Пекин. Но до сих пор никаких научных отчетов о курьезной находке не опубликовано. В археологии известны неоднократные случаи находок, скажем так, аномальных артефактов. То есть аномальных с точки зрения их местонахождения. Речь идет о, в общем-то, достаточно обычных предметах, допустим. Ну, а то гвоздь, сосуд, украшения, монеты. Которые находят внутри каменных глиб. Либо каменного глиб, либо известняка, либо песчанника. Эти вещи были внурованы в породу. То есть их возраст, если исходить из официальных оценки геологических пород, превышает сотни миллионов лет. Как такое возможно? Настоящей головоломкой стал обычный с виду молоток, который был обнаружен в 1934 году в США, в штате Техас. Он буквально врос в известняк, возрастом порядка 140 миллионов лет. Анализы Баттелевской лаборатории показали, что деревянная ручка молотка окаменела, а внутри уже превратилась в уголь. Значит, ее возраст исчисляется тоже миллионами лет. Удивил и состав железа, из которого был сделан молоток. Как уверяют специалисты из металлургического института в Колумбасе, штат Огайо, столь чистого железа не получали за всю историю земной металлургии. Таких находок их много, причем по всей земле и в России, и за пределами ее. Когда в породах, которым миллионы лет, находят, казалось бы, совсем-совсем современные болтики, винтики, гаечки и там подобные элементы, которые уже там диффудировали в породу, и фактически никто не может понять, как же они туда могли попасть. Есть и другие, не менее странные находки. Так, в штате Техас под несколькими слоями скальной породы были обнаружены следы человека, а рядом с ними следы динозавров. А ведь по нашим представлениям, человек появился гораздо позже, около 3-4 миллионов лет назад. Находки настолько курьезны, что официальная наука их просто игнорирует. А вот сторонники альтернативной теории выдвигают свои гипотезы. С развитием технологии, с развитием разума, появляется возможность управлять временем и путешествовать во времени. И поэтому есть находки, как, например, не так давно найдены в Китае швейцарские часы в захоронении, там, 16-17 века. Многие ученые склонились к тому, что это просто при перемещении во времени были какие-то осуществлены такие вот подарки или потери. Но это всего лишь одна из фантастических гипотез, которая пока что не имеет никаких убедительных доказательств. Александр Андреев, Светлана Гармаш, Евгений Федоров, аналитическая программа PostScript.